Отличная вечеринка, Ариэль! Спасибо, Себастьян! У Аманды-путешественницы крутой плейлист, не зря я ее пригласила. Меган, похоже, тоже хорошо проводит время. У Уэнсдэй опять со своим танцем. А садумник даже на вечеринке не может оторваться от моего подводного сада. Уэнсдэй, как дела? Заказ принят! Шикарный выбор! Столько гостей, а поговорить не с кем. Зато есть мой любимый смузи. Какой-то странный привкус. Что-то мне нехорошо. Ариэль так на меня смотрит, я ей точно нравлюсь. Что это было? Кажется, Ариэль перепила смузи. Ариэль, что с тобой? Очнись! Расступитесь, ей нужна помощь! Не знал, что крабы могут работать врачами. Еще как могут! И вообще, тише, я из-за вас не могу расслышать сердцебиение. О нет, слишком поздно. Ариэль мертва. И убийца, скорее всего, среди нас. Кому понадобилось убивать русалку? Надеюсь, они не подозревают меня. Здесь произошло преступление, и его нужно раскрыть. Я тут просто кустики водорослей подрезаю. Самим мы убийцу не найдем. Нам нужна помощь профессионала. Новое ограбление в Лондоне? Убийство какой-то русалки. Эх, скучно. Хм, это мой шанс. Раз папа отказывается брать новое дело, его возьму я. Правда, желательно, чтобы он об этом не знал. Так, посмотрим, что тут у нас. Ого, это та русалка, о которой пишут в газетах. Нельзя оставлять это дело полиции. Папа говорит, что я еще слишком маленькая, чтобы быть сыщиком. Но какая разница, сколько тебе лет, если ты дочь самого Шерлока Холмса? Итак, берегись, убийца. Тебе не скрыться от Элис Холмс. Это будет эпичное расследование. Она просто упала и все. Поверить не могу, что Ариэль больше нет. Помогите нам найти убийцу. Нужно все здесь хорошенько осмотреть. Этот нытик с клешнями говорит, что она выпила смузи и упала замертво. Возможно, отравление. Ага, есть первая вещдок, бокал. Забираю с собой. Проведем экспертизу и снимем отпечатки пальцев. Место преступления нужно привести в порядок и оградить от всяких любопытных зевак. Не хватало еще растерять улики из-за какого-то любителя детективов. Так, почти готово. Как же я без Ариэль. Мой искусственный интеллект не разработан на предсказания будущего. О, я знаю, для чего эти ленточки. Мы открываем что-то, пока не знаю что. Ура! Да-да! Упс. Серьезно? Сори. Всегда мечтал это сделать. Сейчас все исправлю. Оп, как новенькая. Как вы думаете, кто убийца? Писайте свои догадки в комментариях. Удачного расследования. Странный. У нас еще осталось немного смузи, не хотите? Стоп, это такие же бокалы. Это тот смузи, который пила жертва. Вот это поворот. Неужели Краб Себастьян убийца? У нас есть первый подозреваемый. Что? Нет-нет, я всего лишь предложил. Не пытайся отнекиваться, злодей. Все сходится. Краб подавал смузи Ариэль. Но я бы никогда ее не отравил. Расскажешь об этом в участке. Ты арестован. Нет. Я не виноват. Разберемся. Садись. Ну, какой из меня убийца? Я в своей жизни рыбки не обидел. Посмотрим. А пока Краб наш первый подозреваемый. Итак, начнем расследование. Я папина трубка. У меня есть кое-что получше. Помогает мне думать. Краб-убийца! Это точно был он? Стойте, дайте я расскажу, как все было. Я просто наблюдал за работой садовника. Эй, садовник, ты так круто управляешься с ножницами. Браво! В это время Аманда разливала смузи по бокалам. Спасибо, Себастьян. Я просто люблю свою работу. Кстати, напитки готовы. Вау, а что это такое аппетитное? Зеленые смузи. Можно подавать. Супер. Ариэль, отличная вечеринка. Ну и я пошел предлагать смузи гостям. Вот так все и было. Я даже не готовил тот смузи. Все ясно. У нас есть еще одна подозреваемая. Это ты отравила Ариэль. Признавайся. Нет, конечно. Зачем мне это? Я тут костюмчик принес. Как раз ее размер. Понял, рано. Извиняюсь. Вину еще нужно доказать. Итак, подозреваемая номер два. Аманда-путешественница. Что скажешь в свое оправдание? Я этого не делала, честное слово. Дело становится все запутаннее. Но Элис Холмс никогда не сдается. Всегда думал, что она подозрительная. Все знают, Аманда бывает нервная. Интересно. Убийца! Это она отравила бедную Ариэль. Вспыльчивый характер еще ничего не значит. Я расскажу свою историю. Я стояла за пультом, крутила музыку и разливала свежеприготовленные ароматные смузи. Предложила бокальчик садовнику. Ну-ка попробуй. Пахнет обалденно. Ммм, супер. Ему очень понравилось. Но тут подошла Уэнсдей и предложила добавить смузи какую-то розовую жижу. Ты уверена? На все сто. Ну, хорошо. Надеюсь, так будет еще вкуснее. Готово. С тобой приятно иметь дело. Так что, по-моему, очевидно, кто тут настоящий отравитель. Я не виновата, понятно? Ну, если так, то вот кто наш убийца. Но это не я. Кто-то скоро отправится за решетку. Да, плохи мои дела. Что? Просто маленький презент, чтобы в тюрьме теплее было. У нас новая подозреваемая. Уэнсдей Адамс. Тебе понадобится мощное алиби. Но я не виновата. Это дело сложнее, чем я думала. Но я найду виновного. Хитрая Уэнсдей. Загадка не из простых. Убийца! Она всегда недолюбливала яркую и жизнерадостную Ариэль. Придется осмотреть твою сумочку. Так, так, что тут у нас? Ага. А вот и колбочка с остатками жидкости. Нужно провести экспертизу на наличие яда. Постойте, дайте мне все объяснить. Я и Меган проголодались, пока танцевали. И решили перекусить. У Меган была ее любимая гранола из болтиков, которую она залила этой розовой жидкостью. Выглядела очень аппетитно. Ммм, объедение. Тут подошел садовник. Ну, так тебе нравится? Очень. С этой добавкой я сделаю самое вкусное смузи в мире. Ну, приятного аппетита. Вот мое алиби. Все ясно. Значит, я принадлежал Меган. Вот кто настоящий убийца. Я не убивала Ариэль. Она была моей подругой. Нам нужны доказательства. У меня для Меган подарочек имеется. Понял, отмена. Ай! Новая зацепка и новая подозреваемая. Интересно, как Меган будет оправдываться? Садись, преступница. Садись, говорю. Как скажешь, детектив. Красивые наручники. Дело набирает обороты. Это хорошо. Люблю запутанные истории. Это была Меган. Она отравила свою подружку. Колба с розовой жидкостью принадлежала ей. А гранола нужна была, чтобы отвлечь внимание. Так? Нет. Все было по-другому. Я расскажу. Мой цветочек зацвел впервые в этом году. Столько стараний. Вот это прелесть. Теперь не только радует глаз, но еще и дает очень много сока. А он мне еще как пригодится. Хе-хе-хе. Ой, Меган, ты чего подкрадываешься? Ты вообще как, в порядке? Дай. Неа. Дай. Я его только собрал. Соберешь еще. Это не так просто, как кажется. Я не виновата. Хм, действительно. Я собрал садовник. Какой садовник? Вы обо мне? Я не убивала, Риэль, клянусь. А вот и твои подарочки, помнишь? Нет, я не хочу в тюрьму. Хорошо притворялся, преступничек. Кажется, мы нашли убийцу. За дочь Посейдона тебе грозит пожизненное. Нет, я не при чем. Можно считать, что расследование окончено. Больше убивать Риэль было некому. Ну, что скажешь в свое оправдание? Я не убийца. Я все расскажу. Я собрал сок растения, который Меган отобрала. Но оно не было ядовитым. Это сонный цветок. Упс. Если в смузи не было другого яда, то Ариэль просто спит. Я же совсем не злой. Я не убивала русалку. Она просто уснула. Что? Но у нее не было пульса. Может, ты просто не расслышал? Ариэль? Это она. Вы чего меня там бросили? Что это с ним? Ариэль, ты жива? Я так рад. Ура, я не сяду в тюрьму. Что ж, кажется, никто не сядет. Преступление раскрыто. Убийства не было. Вообще-то моя вечеринка еще в самом разгаре. Оп. Ура, продолжаем веселиться. Такой вкусный пунш. А еще есть полно. Ариэль, лови стаканчик. Спасибо, принц Эран. О моей вечеринке будет говорить весь подводный мир. Хотя не только подводный. Думаю, даже Ocean Times о ней напишут. Эй, где моя диадема? Была твоя, стала моя. Верни диадему, воровка. Попробуй отбери. О-оу. Нельзя брать чужое. Но я же. Никаких но. Принцесса Аэлин, вы арестованы. Это был просто пранк. Добро пожаловать за решетку, принцесса. Похоже, Аэлин будет отбывать срок не одна. Точно как темница в замке. Эй, это место мое. Уйди. Ладно, ладно, как скажете. Это тоже моя кровать. Твое место вон там, в углу. Все в этой камере принадлежит мне по праву. Ну уж нет, так не пойдет. Офицер, подойдите. Ну что там еще? Иду. Это точно поможет. Офицер может выпустить меня отсюда. Я взятки не беру. Готовь пальцы, принцесса. Ну вот, я сделала только хуже. И что теперь делать? Как их снять? Спокойно, открой я твои наручники. Только не ной. Вот, дай сюда пальцы. Но это не бесплатно. Ну-ка. Проверяет он. Настоящая. Забираю в качестве оплаты. Мне нужна кровать. Какую бы выбрать? Что рассматриваешь? Я отдам тебе еще корону, если ты отдашь мне кровать. Согласен. Давай ее сюда. Нет-нет, не мою. Вот эту. Она ничем не хуже и по форме больше тебе подходит. В общем-то, так и есть. Ой, какие приятные ощущения. Очень выгодная сделка. Ладно, можешь забирать кровать. В любом случае, это лучше, чем угол. Ауч. А может и не совсем. Это что такое? Зачем здесь столько инструментов? Что? Ты серьезно? Поверь, они еще тебе пригодятся. Ладно. И правда выгодная сделка. Вернется ее высочество от дома чистенько. Ой-ой-ой. Слушаю. Марк, мне надоело сидеть здесь в этом платье. Принеси мне новые. Вас понял. Красный оттер взять? Бери. И синие не забудь. Эй, принцесса. Я конфискую твой смартфон. Но почему? В камере гаджеты запрещены. Так что никаких звонков подружкам. Эх, помню я эти стены. Без проверки нельзя. Перед собой помаши. Приятно. У меня передачка для заключенного. Передай. Ничего не изменилось. О, вот и моя посылочка. Так. Отлично. Именно такая, как и была на фото. Ваше высочество, я прибыл. Мои платья. Все здесь. Это что еще такое? Как что? Платье для ее высочества. Платья в камере запрещены. Какие странные у вас тут правила. Увози свой гардероб. Хорошо, хорошо, я вас понял. А ты тише там. Может хотя бы одно? Но уже почти дотянулось. Да уж, избалованная Айлин будет трудно смириться с тюремными обстоятельствами. Это жестоко. Ай, теперь еще и это. Отлично. Земля мягкая. Ты что делаешь? Теперь здесь полно грязи. А? Прошу, не шуми. В смысле? Мало того, что мои платья забрали, так теперь еще я должна сидеть в куче земли. Пожалуйста, тише. Давай я принесу тебе твое платье. Только не выдавай меня, договорились? Ну, раз так, тогда хорошо. Такой вариант мне подходит. Пончики, пончики с глазурью. Так, где же нужный ход? Вроде бы сюда. Хвоста нет? Прекрасно. Эй, принцесса, лови. Ура, мои наряды наконец-то. Да! Я и корсеты прихватил. Тише, ты же охранника разбудишь. Пожалуйста, радуйся, тише. Кажется, из-за Айлин операция Энтони под угрозой. Да и офицер Вонг чувствует нарушителей даже во сне. Что такое? Что происходит? Побег? Нет-нет! Нет! В чем дело? Что за крики? Ай, я так рада! Тише, принцесса. Так, что вы тут устроили? Лопата. Все ясно. Я просто пол подровнял. Ага, расскажи об этом кротам. Закапывай туннель. Ладно, закапываю. И никаких платьев. Вот злюка. Даже корсеты забрал. Да, повезло мне с преступничками. Это ты виноват, понятно? Ты и твоя лопата. Пока-пока. Неужели? Все шло по плану, если бы не твоя истерика. Я же просил вести себя тише. Взяла и все испортила. Кушать подано. Приятного аппетита. Ура, сегодня кашка не засохшая и даже слегка теплая. Повезло. Фия! Ты ешь, принцесса. Другого здесь не дают, а силы нам нужны. Ну, нет. У меня есть идея получше. Ух, устал я. Но пыль сама себя не уберет. Ой, мой пипедастер. Кэш. Да что ж такое? А, точно. Ее высочеству пора обедать. На обед лапша значит жизнь нехороша. Ммм, ням-ням. Ну где же Марк? Добрый день. Итак, сегодня я приготовлю ваше любимое блюдо. Только мне нужно больше места. О, как раз вижу подходящий столик. Минутку. Обожаю лапшу. Что? Не могли бы вы освободить стол? У меня важное дело. Что значит освободить? Это мое рабочее место. Да-да, но ненадолго оно послужит рабочим местом мне. Ну вот другое дело. А теперь приступим. Сегодня готовим королевских креветок по-королевски. О, нет, парни, не ссорьтесь. Я хочу жить, вари его. Так, я в порядке. Опасные ребята. Продолжим. Выглядит уже аппетитно. О, Марк, отличный повар. Первое место на международном конкурсе слуг поваров вообще-то. Ой, ай. Ах, перфекто. Я уже такая голодная. Давай скорее. Все готово, приятного аппетита. Наконец-то нормальная еда. Выглядит, как всегда, изумительно. Спасибо, Марк. Что за странный запах? А, это каша. Ну, мне пора. Разве могла я согласиться есть тюремную кашу после всех моих любимых изысканных блюд? А эти чего так смотрят? Я сейчас слюнками захлебнусь. Судя по лицам, все ясно. Марк! Ладно, признаю, делиться Эллин камеру не так уж и плохо. Вкуснятина. Так, начали. Круто, таких фото у меня еще не было. Не крутись, пожалуйста. Готово. Ну вот, смотри, довольна? Нет, что-то не так. Давайте еще раз. Эта табличка закрывает мое красивое платье. Да, без нее будет лучше. Три, два, один. Все, сойдет. Надеюсь, теперь понравится. По-моему, неплохо. А по-моему, отвратительно. Мне не подходит здесь освещение. О, придумала. Идите за мной, офицер. Похоже, это надолго. Видимо, принцесса решила устроить полноценную фотосессию на память о своих тюремных приключениях. Да уж, почитать в тишине и спокойствии у меня точно уже не получится. Только вот Айлин возлагает слишком большие надежды на офицера Вонга в этом деле. Шикарные фото получились. Да уж, фотограф из вас так себе. Мне нужно позвонить в слуге. Никаких смартфонов. Вообще-то у меня есть право на один телефонный звонок. Ладно, закон есть закон. Вот, звони, только быстро. Ох уж эти принцессы. У моей бабушки и то телефон круче. Алло, Марк, мне нужна локация для фотосессии. Все взял. Мне кажется, или я его уже где-то видел. Да нет, вряд ли. Ох, когда-нибудь я уволюсь и улечу на острова. Не такие уж и плохие фото. Ничего себе, вот это хоромы. Да, этот интерьер мне нравится, я готова. Принцесса Айлин все же добилась своего. Теперь фотографии должны получиться по-настоящему роскошные. Все, поздравляю, мы закончили. Фух, ну и денек. Да, выглядит круто. Ой, офицер забыл закрыть двери. Это мой шанс. Ну, Энтони. Неужели сбежал? Какая все-таки сложная работа у фотографов. Отлично, как раз вовремя. Сбегать я и не собирался. Я взял наши дела. Ого, ну а зачем? Они помогут нам выбраться отсюда законным путем. Ты со мной? Да, я за. Видишь эти статьи и вырезки из газет? Так вот, сейчас я расскажу тебе свою печальную историю. Вообще-то, я тоже из королевской семьи. В моей жизни все было хорошо. Но однажды все изменилось. Раньше я был принцем. И как-то раз я сидел в своем замке и решил выпить чашечку кофе. Спасибо. Ароматный. Да, эксклюзивные зерна стоят своих денег. Так, что там новенького в моем королевстве? И в этот момент появляются полицейские и арестовывают меня за кражу картины, о которой я даже не слышал. Вот так я и оказался в тюрьме. Но почему? Я долгие годы думал об этом, пока не увидел твоего слугу. Это же мой Марк. Неужели он все подстроил? Когда-то Марк работал на меня. Он украл картину, а меня подставил. Ха-ха-ха! Теперь он поступил так же с тобой. Ты прав. Я ведь даже не знаю, как все эти богатства оказались в моем замке. Я думала, это подарки. Мы должны немедленно сообщить об этом офицеру Вонгу. Офицер Вонг, просыпайтесь. У нас срочная информация. Мы знаем, кто украл картину и все эти вещи. Вот, посмотрите. Это был слуга Марк. Он жулик и вор. Странно, а почему вы не сбежали? Зачем? Мы же не виноваты. Виноват слуга Марк. Тогда за ним. Ах, люблю я все эти камушки, искусство, знаете ли. Но особенно люблю украшения. Вот видите, это все он. Он вор. Арестуйте его и посадите вместо нас. Понял. Марк, вы арестованы. Но я не виноват. Я служил вам верой и правдой. Вот обманщик. Удачи за решеткой. Ах, какой же он крутой. Его каждый новый секретный домик лучше предыдущего. Обожаю его. Лейтенант Шарп, хватит бездельничать. Ну-ка, живо приступите к своим прямым обязанностям. У нас сегодня один из заключенных выходит на свободу. Лейтенант. Снова попались. Джетт, твои вещи. Мы все бережно хранили. Это же он. А вот и моя тюрьма. Буду отбывать здесь срок. Лейтенант, мои вещи теперь испачканы. Привет-привет, это правда ты? Ну да, это я. Святые пончики. Все в порядке? Я твоя огромная фанатка. Добро пожаловать в нашу тюрьму. Свои вещи складывай сюда. Так, ну, смартфон последней серии с новейшей суперкамерой. Еще один с дорогущим стабилизатором. Специальная осветительная лампа. Здесь без комментариев. Она просто крутая. Я вообще-то видела все твои ролики. Приятно встретить такую очаровательную фанатку. А мне вот не очень приятно. Ах да, еще есть гантель. Эй, прекратите это шоу хвостовства! Ай-яй-яй-яй-яй! Что за бардак вы здесь устроили? Джетт, твое освобождение отменяется. Даю тебе повторный срок за поведение. О, привет, сосед. Знакомьтесь, это мой сосед по камере. Но я же совсем не виноват. Ой, мамочка звонит. Привет, мамуль. Да, все хорошо. Камера отличная. Кормят тоже неплохо. Нет-нет, я всем доволен. Чего кричать-то? Эй, ты можешь говорить тише, а? Ты здесь не один. Ладно, как скажешь. Только сосед немного нервный попался. Ауч! Это я нервный? Ой, есть идея. Эй, Марк! А? Теперь что? Давай меняться. Я тебе плед, ты мне смартфон. Забирай. Спасибо. Тебе спасибо. Отличная сделка. Только ноги убери. Пора записать новое видео. Приветствую, друзья. Сейчас я вам покажу свою камеру. Здесь у нас место, где мы обедаем и чай пьем. Да, дали повторный срок. Он это серьезно? Ух уж эти блогеры. Что? А, да, я случайно уронил директора Нана Гугантель. Лейтенант Шарп, что тут у вас происходит? Почему новенький все снимает на видео? Просто он популярный блогер. Очень популярный. Так вот, продолжим. Он. И что? Он снимает рум-тур. Отставить! О, сейчас я вас познакомлю с нашим директором и лейтенантом Шарп. Здесь он не звезда, а обычный преступник. Эй, начальник, скажите привет. Сейчас скажу. Но это была прямая трансляция. А стала прямая конфискация. А ты где телефон взял? Давай сюда. Разговор окончен. Джет вам не перезвонит. Я не вижу знака, что телефоны запрещены. Теперь видишь, умник? Ну, а как же мой рум-тур? Сейчас я устрою тебе рум-тур. Вот, бери и мой свой рум. И ты тоже не отставай. Ну вот. Давай же. Ну что, как успехи? Потихоньку, а у тебя почти все вымыл. Такс, посмотрим. Ага, отлично. Так я и думал. Ну-ка, а здесь у нас что? Парни! Ой, передачки наши принесли. Наконец-то. Да-да, это твое, Джет. Ну а это для тебя, Марк. Мое не трогай. Ну и грубиян. Ух, я ждал эту посылочку с первого дня. Я две недели мечтал о чипсах с колой. Ну а у тебя что? Надеюсь, то, что я просил. О да, это он, мой любимый батон. Ой, мы любим одинаковый хлеб. Ха-ха-ха, нашел чему радоваться. И что в нем особенного? А вот что. Лампочка? И не только она. Смотри, у меня здесь целый набор строительных инструментов. А еще мама должна была положить кое-какой декор. Просто поразительно. Ну же, застрял немного. Это все мне сейчас очень пригодится. Столько инструментов? Ну а зачем? Ты собрался бежать? Лучше. Да. Еще одна маленькая деталь для моей очаровательной фанатки. Ах, Марк, ты такой джентльмен. Ой, что правда, то правда. А теперь за дело. Пора превратить эту скучную кровать в симпатичный, а главное, уютный секретный домик. Это будет мой портрет. Теперь очередь этого пушистика и подушечки. И куда же без освещения? Ой, какая прелесть. Ну вот, это же лучше, чем какой-то побег. Я бежать не намерен. Кстати, есть еще идея. Я сделаю предверный коврик для входа в мой секретный домик. А ты смеялся над моим батоном. Ой, лейтенант, знаете, как жаль, что мой новый тюремный домик никто не увидит. Погоди, Марк, не расстраивайся. Вот, можешь взять мой смартфон. Привет, дорогие. Я хочу показать вам свой новый секретный домик, который я построил в тюрьме. И с ним мне приходится жить. Офицер, ну а как же запрет директора? Что, сильно умный? У нас же будут проблемы. Как дела? Не обращайте внимания. Что это вы тут делаете? Вот, решили навести порядок. Убираем. Ладно, ладно, не перестарайтесь. Хей, может присоединишься? Я? Ой, я очень занят. Еще один плюс секретного домика. А теперь кое-что важное. Пора создать в моем домике романтическую атмосферу. Для этого я подготовил милый декор. Шарики. Натуральные соевые свечи. Что тут у нас новенького? Джет, иди читай свои новости в другом месте. А я тут делом занят. Ух, лучше его не оставлять открытым. Такс, как тут моя заначка? Оу, неплохо. Ну-ка, прекрасно. Угощение на месте, виноградный сок тоже. Последний штрих выглядит хорошо. Все именно так, как я и хотел. Ну а теперь осталось самое главное. Приглашение на свидание. Я? Ты уверен? Да не ты, Джет. Ты вообще отойди. Это он меня зовет? Одну секундочку. Ох, это так волнительно. Привет, а вот и я. Привет, этот вечер только что стал в разы приятнее. Я тут кое-что приготовил. Вот, угощайся. Спасибо. Очень вкусно. Воу, теперь здесь еще романтичнее. Это вам. Эй вы, нельзя ли потише? Я здесь спать пытаюсь. Ты испортил нам только что романтический момент. И вообще ты нам тоже мешаешь. Как же он мне надоел. Все, с меня хватит. Ай, пора его проучить. Да уж, это все влияние соседа. Сейчас все сами увидите, директор Уокер. Вот они мне спать не дают. Это что тут такое происходит? Ты сам виноват, Марк. Лейтенант Шарп, как вам не стыдно? Я лишаю вас звания. Что? Нет, не надо. А тебя, Джет, я назначаю офицером полиции. Поздравляю. И да, Стефани, это ваша новая форма. Но вы не понимаете, это же сам Марк Реднер. Всемирно известный блогер. Джет, как ты мог? А я верил, что мы подружимся. Хотя все не так уж и плохо. Хм, значит всемирно известный блогер, да? Ого, а ведь и правда интересное видео. Подпишись, пока никто не видит. Круто быть полицейским. Эй, Реднер, тебе посылка. Отлично, как раз вовремя. Так, батон на месте и баночка чипсов тоже. Стоп, стоп, второй раз ты свой фокус не провернешь. О, да. План сработал. Стефани, смотри, что мне принесли. Чипсы? Нет, это кое-что получше. Эм, не могла бы ты... Спасибо. А теперь только ловкость рук и никакого мошенничества. Вау, лопата. Это еще не все, погоди. Каска и фонарик? Все равно не понимаю, как у тебя это все получается. И что мы будем с этим всем делать? Как что? Новый секретный домик, конечно. Жаль, опять снимать не на что. Вообще-то... У нас же есть камера видеонаблюдения. Можно ее использовать. Стефани, ты мой гений. Она идеально подойдет для стрима. Итак, всем привет. Это снова ваш Марк и мой новый секретный домик. Здесь еще немного темно, но... А-а-а! Мы работаем над этим, по-видимому, уже втроем. Обалдеть! Алло, я занят! Я занят, говорю! Посмотрим, что ты хотел пронести в камеру на этот раз. Пусто? Нет-нет, этого не может быть. Босс? Вольно, офицер. Я на минутку заглянул. О, я тоже смотрю этот стрим. Директора, по-моему, это не совсем то, о чем вы думаете. Секретный домик! Да, он будет шикарным. Здесь полно места, здесь тепло, и мы сделаем все, чтобы было еще и уютно. Еще нужны двери. Это же наша тюрьма! Они сделали подкоп! Нужно их сейчас же остановить! Эй, вы землекопы! Аккуратно, директор. Они еще там. Что-то не так, мистер Уокер? Ну-ка, посвети! Вылезайте оттуда, живо! Но почему? Мы же просто делаем секретный домик, и все. Ладно, так уж и быть. Друзья, надеюсь, вам понравился этот стрим. Не забудьте про донаты. Мне еще дверь устанавливать. Забудь про свою дверь, Реднер! А от тебя, Стефани, я такого не ожидал. Сделать подкоп в родной тюрьме. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Теперь берите и все зарывайте. Удачи! И чего они такие злые? Мы же не собирались убегать. Обожаю свою работу. Я такой молодец! Ой, шеф вызывает. Так, минутку. Готово. Честь имею, сэр! Приветствую, Уокер. Мы решили провести конкурс среди всех тюрем Трум-Трум-штата на лучший секретный домик. Завтра будет финал. Есть, сэр. Будет сделано, сэр. Давайте уже быстрее. Да, не маленький тоннель у нас получился. Жаль, домик. Но мы еще что-то придумаем. Только попробуйте. Ой, директор Уокер. Ох, надеюсь, мы еще успеем. Стойте, отмена! Откапывайте его обратно! Мы должны выиграть конкурс. Сейчас все сами поймете. Нет, мы не согласны. А если так? Выиграете конкурс, отпущу вас на волю. Серьезно? К вашим услугам, сэр. Второй раз закапывать сам будет. Ох, не подведите, дорогие. Но, босс, а что если они просто сбегут, а мне их ловить потом? Поздравляю, Фрэнк. Ваш секретный домик стал лучшей в штате. Друзья, вы это слышали? Мы выиграли. Ваша тюрьма заслужила эту победу. Спасибо, шеф. Рад служить нашему государству. Я же говорил, что я молодец. За мной, команда. Вы справились с поставленной задачей. Поэтому я, как и обещал, отпускаю вас на свободу. Даже не верится. Мы свободны. Какой трогательный момент. Что это значит? Я думал, что останусь полицейским. Стефани, Марк, у меня есть для вас еще кое-что. Это билеты на Сейшелы. Директор, сделайте фото на память. Любимый, скажи, домик. Есть. Ах, такая милая пара. Спасибо, директор. Всего хорошего вам и вашей тюрьме. Поздравляю, Джет. С чем? Я лишился работы. Не совсем. Документ о помиловании позволил мне официально принять тебя в наши ряды. Друзья, вам понравилась наша история? Тогда ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и до встречи в новых видео. Рад служить Трум Оки-Токи.